Сейчас мы видим, что история повторяется, и события в Шаумяне это не прошлое, это актуалитет. Русское государство осуществило геноцидные действия, депортацию населения из армянского меликства задолго, я сейчас не могу это вспомнить, может мне помогут затем восстановить это в памяти. Мы с Меррианом пригласили в Шаумяновске, в центре этого района, в штаб русских подразделений. И два русских полковника нам объяснили, что предстоит депортация. И даже операция была названа своим именем, то есть горы. Теперь предстоит депортация. Были вопросы, что за депортация, какого вида, какого плана. Было сказано, что есть установка не убивать. Значит, не убивать, не насиловать население и так далее. Такая мягкая депортация. Это на самом деле произошло. Я не знаю уж как это может быть, депортация мягкая. Ну, вроде бы не убивали. Люди гибли, когда сопротивлялись. То есть был нарочито задуманный план этой депортации. Как начало депортации всего Карабара. Дело было не только... Депортация произошла в Берданзовском подрайоне. Половина Гадруцкого района была депортирована. По-моему, два села в Мардакерском районе. Это еще до... В этом, в Аскиранском. Это еще до того, как им удалось взять Мардакер. То есть это была государственная политика. И целью правовой оценки как раз-таки доказать и продемонстрировать, что это была государственная политика России. 92-й год Советского Союза уже не было. Была Российская Федерация или что-то в этом роде. У власти стояли кто? У власти стояли вполне демократические силы. Которые пошли на сговор с правительством Азербайджана. И осуществили все это в угоду Азербайджану. Относительно Геттошена. Говорят, что это была советская армия. Но какая может быть в 91-м году советская армия? Эта армия воевала против армянского народа, который входил в состав Советского Союза. Это не советская, это русская армия была. И в 91-м году была русская армия, и в 92-м году была русская армия. В чем смысл актуализации? Мы видим, что сейчас, несмотря на все возможные имеющиеся договоренности, соглашения политические между Арменией и Россией, политика России привела к двум страшным для нас обстоятельствам. Значит, первое, это международная изоляция Армении. Сейчас я не буду говорить, что такое. У нас отнят европейский путь, атлантический путь, и нас загнали в совершенную абракадабру, в структуру, которая существовать по природе своей не может. Это вот так называемый таможенный союз, евразийский союз и все такое вот. Что такое изоляция и почему она страшна? Мы не были в НАТО, мы не были в Евросоюзе, но эти структуры занимали вполне определенную позицию в отношении возможной войны между Арменией и Азербайджаном. Это раз. И возможного военного вмешательства Турции в конфликт. Эта тема нами разработана довольно хорошо. Мы неоднократно работали в НАТО, в генеральных штабах государства, членов НАТО, в парламентах с правительствами, с ведущими экспертами. Эту тему мы очень хорошо знаем. Войны не должно быть. Вмешательство Турции, как говорят французы, non-gipotetique. Какая ситуация сейчас? Что-то изменилось? Вроде бы нет. Вроде бы ничего не изменилось. На самом деле кардинальным образом все изменилось. Западу не до нас. С какой стати западное сообщество должно защищать страну, которая уже не является государством. И является вассалом России. С какой стати? Если здесь защищаются интересы России. А не интересы глобальной системы безопасности и западных ценностей. Этого нет. Это исчезло. Поэтому мы получали оружие. Мы стали получать оружие. Не очень новое, не очень современное, может быть, но очень хорошее оружие. Это был первый шаг. Почему это не имеет места сейчас? Где последующие этапы получения оружия от стран НАТО? От стран западного сообщества? Второй фактор, более, как бы сказать, конкретный и понятный. Почему деятельность России повысила угрозы возобновления войны и нашей национальной безопасности? Это напичкивание Азербайджана оружия. Продолжаются всякие россказни со стороны так называемых армянских экспертов и кое-каких властных функционеров, что соблюдается баланс. Баланса нет. Это что-то. Баланса нет уже не сейчас, а достаточно давно. Но сейчас это имеет вопиющий характер. Стало носить вопиющий характер. Азербайджан, благодаря России, имеет военно-техническое преимущество. И в этих условиях замалчивание шаумяновской трагедии есть не что иное, как рычаг. Рычаг подавления армянского самосознания. Что здесь делается? Немножко поговорим о том, что делается здесь. За редким исключением армянское экспертное сообщество находится на содержании либо Россотрудничества, либо Газпрома, либо определенных спонсоров армянского происхождения в России, который нуждается в определенной крыше. Я не ошибусь, если сказать, что большая часть интеллигенции придерживается страшного мнения. Россия всегда права. Это не интеллигенция. Это вообще не часть нации. Это отбросы этноса. И только и всего. Сейчас предстоит борьба. Действительно, она ведется. Я бы сказал, что в Армении началась гражданская война. Мы этого не почувствуем. Что на нашей стороне, я скажу. На их стороне мощная Россия, армянские олигархи, контролирующие средства массовой информации и власти. Правда, надо сказать, что власти иногда дают понять, что презирают этих людей. Эти люди для них вообще не люди. Но, тем не менее, так сказать, играют в русскую игру. Тем не менее, это так. Вот. Кто на нашей стороне? Вот на нашей стороне. Федоины, истинные интеллигенты. Нас немало. Нас немало. И на всех этапах, если вы сделаете небольшую ретроспективу, на всех этапах наступал критический момент, и находились люди, которые могли противостоять этим угрозам. Без оружия, без денег, без поддержки. Почему? Потому что это идеологически убежденные люди. Эти люди паттатариоты. У нас есть серьезные намерения продолжить эту деятельность. Мы пока не знаем все форматы этой работы. Я надеюсь, что люди, которые обладают специальными знаниями в юриспокрюденции, международном праве, в истории, в политике, они помогут нам в этом вопросе. Спасибо.